всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня будем говорить я буду говорить а вы будете слушать и внимать я надеюсь в очередном видео в ответах на вопросы о веганстве у меня есть своя страничка на сайте ответы на вопросы о веганстве будет здесь минимум 30 а то и больше от ответов на вопросы я взял за основание когда-то и за повод для написания и самой страничке с текстами и видеороликов по каждому ответу благодаря великому проповеднику в мире веганства это эду интерсу или эду землянина он из англии классный человек очень умный очень добрый очень светлый его всегда найдете в интернете у него есть и книга про одноанглийском к сожалению может есть перевод на русском я не нашел у него есть ролики вот с этими тоже 30 но и назвал 30 оправданий 30 дней 30 оправданий как-то или что-то такое да вот и но тексты я ну сам с помощью моей соратницы ольги мы в текстах переработали хотя его русско переведенный на азмьесим на канале был сделал перевод авторами но я просил текстами не дали где-то вроде есть таких не получил ну и я сам начал потом ольга мне помогла моих застенографировали поэтому не знаю там у кого есть где русский может оригинальный перевод его книги или его вот там текстов каких-то которую там иск видео готовит но я мы сами подготовили да вот я по сути читаю их и из своего что-то добавляю и в тексте добавляю поэтому есть страница отдельная посвященная прям чисто 30 оправданий еда ну и в моей интерпретации я добавляю со своей стороны так как я являюсь христианином свободным во христе нерелигиозным никаким течением не относящимся культом то я особенно причем моя пропасть она правильно к людям называющих себя верующими религиозным чем любых конфессий даже не только либо конфессий точнее там христианских а любых религий если вы называетесь религиозными если вы в своей жизни употребляете такие слова как бог вера любовь а если еще и слово бог и любовь вы употребляете в одном словосочетании что по идее должны делать христиане проповедуя что бог и есть сама эта любовь то уж извините тогда какая же это любовь то если вы проповедуя любовь убиваете эксплуатируете его живое творение обладающие душой умом сердце нервной системы чувствами переживающим боль и наоборот удовольствие вы тогда никакие не христиане не не мусульмане там я не знаю не кришнаиты не буддисты если вы не веганы вы никакого отношения к свету к святости очень хорошие слова но свет тоже очень часто употребляют в религиозных традициях как символ а святость уж вообще прямое назначение этого слова будьте святы как свят господь бог а бог какой бог добро бог любовь какая же доброта если вы участвуете в этих всех беззакониях а уж про христиан это я особо всегда моя душа болит да если вы не веган вы вообще некий не христиан даже не пытайтесь себя ими именовать или называть вы никакого отношения к христу к любви к богу вообще не имейте рядом не лежала ваша святость до с христианством любовь начинается начинается с любви к самой простой первой ступенечки любви вообще к существам которые никакого зла вам не делают христианство это проповедь и жизнь в любви даже к врагам а все говорить о любви к тем кто был еще в раю уверенно в попечении заботу что мы с ними творим то а какой вообще христианстве какой проповеди любви к врагам нуждающимся и может идти речь животные не нуждаются вообще в какую-либо ну не считаю в мире лежащим возле а так и не нуждаются ни в каком обеспечении человеческом бог питает всякую птичку без вас разберется все эти так скажем домашние животные это что про обащенные дикие как называют общение дикие из естественной природы животные пробащенные искалечены изуродованы вот этим одомашнивание свинья так называемая это кабан в естественной природе и они спек спокойненько жили живут и будут жить до скончания века в естественной природе без всякой помощи человеческой а когда ее домашние ли когда она стала место волосатой шкуры лысый не способны выжить там в морозы это все дела рук человеков все эти домашние животные как говорит не вы не способны выжить в естественной природе это же люди их изуродовали своим одомашнивание если бы их не порабощали все домашние животные сидят на цепи даже так называемые кошечки и собачки на цепи либо какой-либо физической прямо те же самые собаки да ну и психологически это животное животное развитие умственное это человеческое развитие пятилетнего ребенка но 5 до 10 лет конечно его можно психологически тоже сделать рабом за счет питания вкусняшек там да можно игрушек каких-то животное привязывается так скажем к человеку но это порабощение точно такое же психологическое порабощение вряд ли найдется здравый человек который хочет сделать рабом своего ребенка немощным к жизни до не способным жить в мире мы все хотим вырастить детей которые вырастут и на вольные хлеба будут способны жить в этом мире самостоятельно слезя слазя с горба своих родителей с еждевения да ну только извращенный человек растит порой таких же маминских сыночку как говорят там беспомощных человеков ну такое мне сегодня длинное предисловие я делал большую паузу на руку года мы уже с вами из 30 по эдовскому списку добрались до 14 так скажем оправдание ответы на вопрос очередного безумного оправдания труппожоров убить струппожоров о том что можно убивать эксплуатировать животных это какое сельскохозяйственные животные должны быть нам благодарны какой то если вы захотите искать границы или какие-то рамки тупизма и бессердечие темных людей в оправдании зла вы никогда их не найдете вы знаете в своей жизни в этом убеждался многократно я думал ну все вот она планка не там нету дна там 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 прошибет любое дно очередное оправдание или хорошо если вопрос до основного всегда оправдание действительно то есть они уже убеждены что им животное сельскохозяйство должно быть благодарны за что если бы мы не ели животных им бы вообще в живых не было и бы вообще в живых не было и вообще они должны быть нам благодарны за то что мы даем им возможность родиться на свет божий и жить это сейчас начнет свой ответ я их зачитываю как видите комментирую о чем я уже сказал но это кстати об этом не скажет а я вот хочу сказать во первых сама постановка вопроса труппажеров уже не верная уже в самом вопросе оправдание уже ошибка никому человек жить не дает право даже детей так называемых своих по плоти которая женщина рождает посредством зачатия от мужчины на самом деле это лишь божья благодать и божий дар если бог затворит чрево да и мужское семя сделает бесплодным никого вы не родите все это происходит только потому что потому что бог есть любовь и сам он есть родители творец и все его творение создано по его образу и творению и тот что так же как он расширяется вечно в пространстве производя расширяясь давая потому что он есть любовь ничего не уничтожает никуда не сжимается точно так же всем этим даром по его образу и подобие по сути просто природой обладает и все его творение потому что она из него вышло да это так но это не ваша какая-то коронная заслуга царская что надо эту коронку пододвинуть да а то она поехала куда-то на бекрень я дал жизнь не ты бы другой дал это не имеет значения знаете родители которые такое у которых с языка такой когда в жизни родительская слетает безумные родители я дал тебе жизнь ты мне должен если вы своего ребенка родили вдох то очень печально и ваше состояние никогда в жизни если вы такого еще не делали не вздумайте такое сказать своим детям если своих детей родили вдох если ваши дети стали вам обязаны за то что вы им дали жизнь вырастили да они на помойку выбросили родили ребенка и не выбросили на помойку какая ты молодец и ты и ты такой молодец это безумие вы просто скатились на днище а да вот и все тут нечем хвалиться то вы сделали то что должны были делать а вас ребенок вы задайте знаете закон жизни очень просто о нем иисус говорил постоянно поступать другим так как ты хочешь поступать с тобой кстати закон жизни видимо божественным резцом вырезан на сердце эда винтерс а это землянина то что очередной сегодня ответ на это оправдание это вопрос он будет давать именно с позиции этого и я неоднократно в его этих ответах подчеркивал показывал вам его не знаю осознанно или неосознанно христианскую абсолютно позиции на делом не христианство христианство это истина это то что есть это сознавая или нет конечно у людей по-настоящему знакомившихся с псевдо христианскими религиозными культами под названием православик талицизм протестантизм у нормального человека у которого закон жизни и бог в душе написал написан этот закон любви он никогда в жизни от этих к этим культам не примкнет и слава богу но я со своей страны как свободный во христе ученик христов могу полно убежденно сказать что это есть настоящий христианин самый настоящий осознает он себе или нет причисляет христианство к ученикам себя христовым или нет к светлым детям божьим он таким и является именно в очередной раз этот вопрос он будет рассматривать именно с этой позиции поступать другим так как ты хочешь чтобы поступали с тобой поставь себя на это место так поставьте место себя на место там детей ваши любой адекватный в уме созревший ребенок уже будучи подростком задаст вам в ответный вопрос а эти просил рожать себе если такой неадекват мой родитель да если мне предъявляешь зарождение но в оба родил меня послал бы меня в другое тело в нормальной семье где люди кого-то родили потому что любит а любовь она расширяется она хочет давать жизнь и она не спрашивает за это взамен ничего вот так вот это касается детей которых люди по своему образу подобию могут рожать человеков ни одно животное меня рождает поэтому да то что ты в загон проработил некоторые животные что там как как эти господа рабам позволяет там жениться и рожать как бояре не крестьянам там дворяне да там всякие эти помещики давали возможность жениться и рожать а таких же рабов и крестьяне крепостные до на первых вы все равно не даете эту жизнь даже не вы даете из конечно вашего господского божьего повеления то все происходит то что вы сапогом своим потом этого ребенка высшего из чрева матери не раздавливаете а землю это не делает вас великим и святым господином только на земле лежащий возле в этом мире но ему когда-то станет конец и тогда каждый пожнет то что сеял вот и все поэтому никакой жизни вы все не даете это животное которое ты поработил принадлежит тебе только на основании твоей безумной той силы безумным твоим умом применяемый вот и все что ты свою силу используешь власть ум и все используешь не на добро руки ноги свои а на зло всяких сельхоз животных вы когда-то поработили они не ваши вы не над их ним жизни не имеете никакой власти не над тем тем более кого они рожают это уже это не принадлежит тебе корень всего этого вопроса вот это об этом не говорил почему я видите зачитываю люблю по его так скажи методе все что мы сейчас у него будет считать у меня вечные аминь истина и прибавить и убавить по сути нечего но к тому что он говорит или на конкретную тему раскрываю вот сейчас будет вопрос как всегда поступать с другими так как ты хочешь что поступали с тобой но есть как видите мне что и добавить тут конечно корень уже вопросы гнилой как и все это дерево оправдание со всех животных должны быть там кому-то благодарны они вам ничем не должны быть благодарны у вас нет на над ними никакого господства есть только одно господство это господство любви это заботы доброта что-то вы возмущаетесь когда господь тогда прибирает ваших детей как вы там или родители или вас жен мужей друзей да как мы громко выпьем тогда к богу за что про что никому такого господина не хочется всем хочется бога любовь сразу относительно себя так что вот так вот о том господстве и владение землей которым было так скажем сказано в первой главе книги бытия библии кто ее когда-нибудь читал там подразумевается господство как забота чем кто выше тем на тебя больше ответственности с тебя и спрос как иисус сказал больше ну ладно почитаем по еду мы веганы довольно часто слышим этот аргумент давайте применим эту логику к ситуации с людьми вот у это закон жизни как я вам сказал прям вначале он у него на сердце написано именно поэтому его слова настолько сильные убедительные и несокрушимые и невозможные противоречено в нормальном разуме конечно с помраченным умом бессердечный убийца трупажор тупой он так и будет конечно скрижеча зубами и спуская пену что-то там чего-то кому-то доказывает на самом деле конечно он всегда будет неправ а те кто поступают в жизни так как хотели бы что поступали с ними будут всегда правы за ними будет слово истины потому что это суть жизни и суть блага бытия должен ребенок кстати тут вернее да это сейчас будет но немножко ведь я сказал сама общерождение и как вы заметили сегодня сказал вам не только животных это касается даже и ваших собственных детей если вы ребенка родили вдох вы заведомо сделали его несчастным в заведомо родили не свободного а бог есть свобода природа бытия а родили раба разве это суть бытия разве вы господа боги для такого же живого существа вообще по вашему образу и подобию вами же сотворенного нет конечно если родители не способны отпустить своих детей при их физическом возрастании а соответственно и возрастание психологическом душевном духовным даже да конечно там идет цепочка отпускания от грудного которую ты на руках держишь он физически никуда уйти не может да и не хочет он любит мамкину грудь до того момента когда он уже не то что и может он и хочет уйти и родители здравые должны отпустить своих детей на вольные хлеба и оставить только добровольную любвеобильную связь если вы смогли своими детьми войти в эту связь дружественную равную с момента когда он возрастает вы должны умоляться как говорила креститель об иисусе когда вашем ребенке возрастает может быть с вашей дай бог помощью христос бог любовь которую вы в нем взращиваете вы должны прийти в равную степень по плоти и по духу все должно сравняться 60 лет не 30 лет не уже ничем не отличается можно в 60 не иметь мозгов и сердце и в 30 преизобиловать ими но это говорит все то же самое так скажем смысле сейчас тоже будет даже о людях сначала говорить потом о животных тоже начнется домашних у него цепочковые стороны всегда тоже идеально и самым правильным методом он начинает даже не говоря несмотря о том что говорим о животных он говорит о людях потом о домашних того же вот у нас очень много любящих животных подразумевая том что я люблю просто свою кошечку чем обычно только свою кошечку возьмешь и другую кошечку он или собачку он готов в нее палкой запустить если она вдруг там забежала и насрала на его участке любит только своих только любящих и свою только кошечку или собачку это очень важно понимать и вот это всегда спуская мысль к тому о чем вообще речь говорится о веганстве до любви ко всем живым существам он начинает себя с человека проходя домашних животных так называемых подходит уже животным как только не называют да и диких сельскохозяйственные да хотя сельскохозяйственные тоже стали за человек все эти это свободные живые существа не созданы для служения человеку абсолютно все что нужно человеку он берет из растительного мира природного мира все что ему нужно для жилья одежды питания и любой другой сферы деятельности должен ли ли ребенок родившийся в семье где ему приходится и здесь вот это я вам поговорил о маленьких вещах так скажем тоже я просто еще расширил как вам уже сказал планку то есть поговорили не то что сейчас я сразу возьмет тут конечно он сузил у него короткий а я не умею короткими ролики часами все время ну конечно будет уже говорил как раз о том что делается уже с животными да а зле которому с ним а я понял даже хорошим даже если вы там в любви воспитывайте это не вдумать и предъявлять и думать что вам кто-то что должен ну а это естественно сразу бьет и начинает в центр о чем и вся речь вопросом должен ребенок родившийся в семье где ему приходится регулярно терпеть побои со стороны родителей где они о нем не заботятся а затем и вовсе убивают быть благодарным за то что его родители дали возможность так жить но какой нормальный в здравом уме человек и хоть какое-то не окаменевшие сердце имеющий скажешь что это нормально над своим ребенком я говорю я сказал о порабощении такого хотя бы что эти в любви вырастил ты мне уже тоже любовь должен это тогда не любовь ты тогда просто был инвестором ты вкладывал свое будущее чтобы тех кто кто-то кружку воды подал там на старости никто кинчу не должен если ты что-то спрашиваешь ты никогда не любил ты давал взаймы ты вкладывал инвестировал да все что угодно ты дел покупал как чё ты любовь в долги вгонял да тогда своего ребенка я тебе вот подавал на это иметь преподание подаст он или нет зависит от того действительно сколько вы его в любви вырастили ну и может быть он по сути душа демона посланная в тело вашего ребенка когда-то вы хоть там как старайтесь он конечно вырос негодяем бывает и такое в жизни для испытания для познания истины для школы жизни разные бывают поэтому суть человека уповать не на человека она бога который все может и всех любит это но ты старости не пропадешь сам будешься спокойно стакан воды брать до самых престарелых лет бог управит будет у тебя и здоровье и все возможности к этому а все остальное должно быть добровольно так вот будет ли такой ребенок должен ли такой ребенок быть благодарен конечно нет представьте ребенка который родился в сирии на глазах которые убили его родители и вот этот ребенок пытается сбежать в европу на лодке который в итоге тонет и ребенок погибает должен ли такой ребенок быть благодарным за то что вообще родился ответ очевиден за что благодарить то кого благодарить убить своих родителей тех кто вообще эту войну там сирию устроил тех кто потопил эту лодку те же самые китом боевики пираты а может быть прибрежные пограничные войска кому быть благодарным а как насчет женщины которая выросла в рабстве который никогда не знал свободу который с ранних лет заставляли заниматься проституции ну или прямо насиловали тоже должна быть благодарна своим поработителям за то что они дали возможность хотя бы жить это относится ко всем рабам всей истории человечества ко всем крепостным к нашим современному рабству с вами где мы пусть и якобы прямо знаете как гетто говорил нет большего высоты такого скажем рабство чем рабство рабов сидящих без оков или как-то там тогда типа нас с вами в современном мире вроде официальное рабство отменено только мы настолько на игле да там заработка от этих господ мира сего кредитов там ипотек что на по сути рабы ты останешься без зарплаты останешься без жилья без куска хлеба без оплаты без всего средств существования должна ли а такая женщина быть благодарна своим поработитель за то что они дали возможность хотя бы жить переполняла бы вас благодарность просто просто за возможность пережить подобный опыт ну кто скажешь нормально всех что нормально человек кто-то будет благодарить за зло за страдание за боль через боль которую ему причиняет ну кто хоть один нормальный человек будет это делать ну и закон жизни которым это правильно пользуется давайте теперь применим эту логику ситуации эксплуатации животных но и начинает он с одомашними животных порабощенных на самом деле я бы такое дал правильное определение если я развожу собак только для того чтобы изувечить пожалуйста вот им сколько нас такого на возьмите бойцовские собаки которых сделали бойцовскими которых разводят для этого да и вся их не жизнь в этом для того чтобы изувечить и убить их можно ли считать меня хорошим человеком только потому что я дал возможность этим собакам просто пожить а как насчет кошек давайте теперь представим что развожу кошек я держу их в очень тесных клетках где они не могут даже повернуться я наношу им увечья держу в заперти никогда не упускаю на свежий воздух и в конце концов я подвешиваю головой вниз и перерезаю им горло но он все рассказывает о том что делают с сельскохозяйственными животными с коровками с овечками со свинюшками казалось бы как с кошкой такой нельзя делать но пожалуйста на востоке такой делают и с кошкой когда с тупыми бессердечными труппажорами общаешься у меня такие родители да я говорю слушай но вот и кошку давай то кошку сожрем так точно так же огни это что бесноватый что ну а ты делаешь то же самое неужели это тяжело так спроецировать много ли ума вообще надо чтобы понять вот это да немного совсем ты же говоришь что с кошкой плохо ну пойди корейцу китайцу докажи что кошку собаку них точно также на лотках как у нас это вся трупятина лежит на рынках в магазинах точно также посмотрели грану не у нет возможности съездить да и не нужно в современном мире youtube открой видео и посмотри что на китайских рынках делается на азиатских точно также лежат твои кошечки и собачки висят с ободранной кожей посмотри на праздник этот где там собак убивают в шэньчжэне где там это все вот это праздник устроить праздник сайт про люди веселятся бесноватые люди собак этих везут в клетках и потом всех публично убивают там издирать сеть шкуры ну что это такое аналоги приводишь ничего хоть как как колома балок чуть-чуть тиши я давно разочаровался в людях даже своих близких и я кстати им это вот как вам сейчас говорю я им тоже самое говорю родители своим представляете это что тупой что ли ты что этого не понимаешь но не понимаешь я говорю я даже общаться не хочу могу ли могу ли я считать праведным человеком только за то что дал возможность этим котятам появиться на свет какой герой кого-то я говорю ты хоть с какой-то стороны в этом участвовал ты что котом стал эту кошку осеменил что ли это родил ты не ты просто поработил и да и все и считаешь что все что то этого раба происходит твое ведь иначе совсем не было бы все что нам нужно сделать вы познаете иисус прекрасную фразу сказал как-то контекст кстати связь пересказывать не буду для тех кто знает евангелие тот меня поймет иисус из камней этих может сделать детей в раму там контекст прям вот это сюда идеально тоже подходит там тоже некие люди кичили своей изборностью тем что они велики все что нам нужно сделать мне вместо животных которых мы едим представить своих любимых животных я вред правильно подводит все от людей начинают от таких же подобных нам животных мы такие же люди животные по природе проходит этот этот путь через домашних так называемых порабощенных животных ну и вот подводит к тем на которых нам вообще срать с высокой колокольни давайте применим писали любимых животных и тогда мы поймем но якору сколько я вот общаюсь дает конечно слова я с этом согласен я сам говорю ведь проповедую но результат если честно животные тогда мы поймем хотелось бы до чтобы поняли что невозможно быть благодарным за такую жизнь кажется счет надо еще себя поставить на это место обрекая животных на такую жизнь хорошими людьми мы назвать себя не вправе оправдываясь тем что мы дали им возможность родиться я даже это вот как бы буду поправлять и я об этом поэтому вам сразу сказал ничего мы им не даем никто этим животным не дает никакую жизнь от того что вы кого-то поработили ваши рабы люди там рожают рабов они не становятся вашими святые из лесу до поработил кабана он не стал твоим ты поработила ты сломал его волю сломал его психику сломал его плоть возможно животными перерубали все что угодно и подрезают и подпиливают лишь бы они не свалили курицы кому-то кажется это не домашнее животное она жила всегда в естественной природе как так называемые дикие курицы те же самые кошки как и удержать она улетит курицы естественно природе очень хорошо летают и в повести с ним подрезали крылья а то и вообще подрубали там чтобы понять это нужен только эмпатия эмпатия это сочувствие это там может длинное определение я краткое даю это со сочувствие это все туда вкладывается переживания со мысли способность на себя наложить понять чужую боль радость страдания вообще жизненную ситуацию тут все в этом условно-то скажем не русское по-русски сочувствие даже не просто страдание это и со радость то есть эмпатия ну по сути это поступать другим так как хочешь поступали с тобой встать на поставить себя на место другого ну и других на свое ставить по сути тоже не такой жизни заслуживают животные ни одно животное чувствует живое чувствующее существо в мире не заслуживает такой жизни мы не можем называться добрыми и высокоморальными я сюда при верующими христианами там кем угодно буддистами сейчас и сейчас и йоги уже спокойно трупожорством занимаются людьми обрекая животных на жизнь полную боли и страданий ну и самой смерти тут я добавлю это пропустил до проблема в том что этот аргумент используют люди которые сами живут это действительно так комфортной жизнью которые никогда не испытывали ту боль и страх за которые по их мнению животные должны быть им благодарны вы знаете вот там любит нас тоже ну и в хорошем смысле с недавним фашизмом так называемым шагающим по миру там со с номерами там на теле человеческом когда там всем порабощенным ставили до в концлагерях с отношением вот таким вот похабным животным как говорят к этим людям вы знаете сейчас там с этими qr-кодами насуется я вот смотрю на все это если кто-то заметил ну на день записи этого ролика вот нас и 20 12 кто знает нас тут и очередная эпопея идет до высоты человеческой жизни общественной и вот с этими qr-кодами а вы знаете мне даже против выступать желание нет все по делам принимаем если вы заметили и слушаете кто выступает там против него же там целые кучки людей собираются ролики записывают там президентом и еще кому-то там овечка просит волка чтобы он и не ел и вот они они все сравнивают кстати стали сразу номера и номера и qr-код qr-код кстати номера уже давно всем там и и ннн присвоены что только у нас нету да почему-то опять qr-код и стали к номерам и все сразу сразу сравнивают все это сразу с чем опять с фашизмом с концлагерями с животными со стадами ну а как вы относитесь к животным вы знаете конечно слово нужно говорить если бы я считал это ненужным я бы не говорил это говорит я говорю вы говорить кто говорит и вы молодцы и я молодец и это молодец и все мы молодцы но говорить действительно нужно раз-два об этом учил иисус и его ученики не мечи не мечите бисер перед сведениями все эти знают подобные вещи да раз-два можно сказать три человеку можно сказать если серьезно ты поговорил с человеком потом надо отдалиться от этого человека все это блокировки там нет на youtube соцсетях это не просто так нормальный человек делать ну ты раз сказал ну два если человек бесноватый ничего тоже с ним не сделаешь если зло стало его сущности сегодня ты с ним ничего не сделаешь закон жизни очень простой либо это человек как иисус говорил имеющий уши да услышит уж они ему для этого и даны и поймет да но услышит там иисус в конкретии при примет да вот то да ну хорошо и слава богу примет изменится вот и спасенная душа и мир стал светлее но если нет только опыт жизни закон жизни закон бумеранга каждый получает то что творит другим что посеешь то и по и пожнешь закон бумеранга по-другому никак где окажутся все вот эти труппажоры убийцы понятно где на этой же скотобойни возможно не зря это я и все мудрые говорят об этом я и аналогию как это то же самое себя провожу сначала с людьми поймете ли вы сделаете это вывод когда будете в таком же концлагере сидеть и относиться к вам реально вот такие же как вы труппажоры будет то что вы станете для них точно так же какая-то же они к животным ничего не испытывают и к вам они ничего не будут испытывать они вас поработили над вами стали господами не важно что у вас есть нервная система ум и сердце казалось бы уж вы это точно на них похожи уж вы точно такие же человеки и человеку становится так глубоко и высоко насрать на то что он мучает убивает насилует точно такого же вообще как он уж чего говорить о том что это вообще на меня ты не особо похоже ты это обезьянка ее можно в цирке забить до смерти и плевать на все и вы испытаете на себе поймут ли те кто пройдет концлагере в человеческом обличии в уроке жизни что так надо ко всем живым существам это применить и не относиться как ко мне вот там фашистка горит относились не знаю если сказать этому человеку параллельно об этом может до нее дойдет может быть дойдет может и нет ну уж точно наверно дойдет когда он попадет в очередную жизнь в тело вот такого сельскохозяйственного животного или пусть и в дикого как они их называют какой-то без я посидит цирке посидит всю жизнь за решеткой в зоопарке не заслуживая это может тогда дойдет человеческой душой посидит шкуре как он в ту шкуру его денут в какую он сам с других сдирал вот так вот но говорить надо потому что есть души на земле которые способны к этому как мы детей своих воспитаем что там дальше будет мы конечно не знаем вот просто это мой опыт проповеднические с вами от опыта сам я в теории от таких же тоже слышал узнавал самого христа потом все это опытом проходил до 1 2 3 сказал нет отодвиньте пусть вплоть до ваших самых близких родственников родителей детей не понимают они по-хорошему отодвиньте их знаете когда человека остается во тьме в окружении одного дерьма ну кто-то понимает кто-то и в этом уж ничего не понять ну значит будет еще у него школа жизни поэтому я хочу спросить вас сейчас говорит это что если бы вы оказались на их месте ну кто знает я такими же фразами мы говорим ну никто претендовать на с ним все время тоже не вздумайте никогда на слова там никому не принадлежат я он забудьте все эти авторитеты ссылки ну конечно если кто-то там мудрее вас как же снаречивее мы делимся роликами это хорошо но не обязательно давать ссылки мы делаем их или отсылаем кому-то как авторству только надо с целью наоборот чтобы человек туда может отправить чтобы он больше пользы получил это и отчасти благодарность на делу как бы не в этом не вздумайте никогда на истину заявлять права я там сказал или вот он у меня там цитирует да пусть цитирует из ты любовь превратился в саму любовь ты счастлив что она расходится просто она никому не принадлежит что если бы вы насильно что если бы вас насильно вы оказались на их месте поступая с другим так как хочет поступать с тобой если бы вас насильственно осеменяли что если бы это у вас отнимали детей что если бы вас день за днем подвергали эксплуатации что если бы это вы жили в постоянном страхе были бы вы тогда от всей души благодарны тем кто обрекает вас на боли страдания что это если бы вас везли на бой не что если бы это вам приставили пневматический пистолет голове или ножу или нож горло были бы вы благодарны за такой жизненный опыт знаете для нормального человека обладающего каким-то мозгом и хоть каким-то сердцем не окаменевшим конечно ответ всегда очевиден конечно нет вот вам иллюстрации на экране старая всегда кит показать и в общем то это уже фраза ставшая действительно такой крепкой в мире таких как я проповедников что если бы у животных была религия это сказал не я но очень тоже люблю цитировать то что это абсолютная правда то дьяволом в ней был бы человек так и есть самое страшное для животных что если мире это человек что же я говорю тем кто на самом деле считает что животные должны быть нам благодарны я им говорю сходить на скотобойню посмотрите в глаза животному которые привезли на убой посмотрите в глаза животному перед спуском в газовую камеру или перед тем как ему пережить перережут горло посмотрите им в глаза и скажите им что они должны быть благодарны вам за то что вы позволили им родиться и жизнь их жизнью дело в том что жизнь которую проживают эти животные и жизнью то назвать нельзя сельхоз животные существуют в вечном аду где дьяволом является человек существо которое ежедневно обрекает их на страдания и мучения здесь человеком во второй фразе может я неправильно мы тогда застенографировали не помню как это здесь я кое-что подправил но по сути он человека называет существом ну и правильно у меня самого очень часто трупожоров словом человек даже как-то язык не поворачиваться называть но опять же это конечно молодец и я согласен я сам так все время говорю но только с тобой будет спорить сам этот со скотобойни то он там и есть уже чё ему ходить то это люди становятся полностью бесноватыми у них полностью каменеет сердце они полностью лишаются рассудка и они видят эти глаза каждый день ничего ничего и те кто сходят на опять же да говоришь им сходите да ему до лампочки он никуда не пойдет зачем ему это он ведро на голову надел ничего не вижу ничего не слышу и жизнь прекрасна ну и тут я не еду конечно понимать камень в огород я сам такой да говоришь на что делать одна на тысячу находится душа которая слышит голос истины и следует за ним ради этой души любой сеятель и жнецы старается да все чего они хотят это быть свободными по-настоящему свободными как и все мы они просто хотят жить на поле делать то что присуще в природе проводить время со своей семьей развиваться на воле в свое удовольствие мы люди хотим для себя абсолютно того же это наша базовая потребность тогда кто нам тогда кто нам позволил отнимать это право у других животных которые также как и мы способны испытывать боль страдания страх все эти животные чувствуют благодарность лишь тогда когда и жизнь наконец заканчивается это прекрасно говорит так и есть любой раб неважно в каком он действительно этом тоже разные варианты перечислила их тысячи можно земле на ли числе какой бы в рабстве не находились в духовном в телесном и в каком виде там наркотическом сексуальном рабстве вплоть до он психологического рабства когда нас чем угодно могут материальном рабстве когда загнали и мы уже не знаем куда от этих кредитов и долгов деваться ты когда будешь благодарен и кому только судьбе богу как угодно самой жизни за то что она закончилась самой смерти ты будешь благодарен точнее так сказать за то что она закончила твою жизнь но пранга все эти животные чувствуют благодарность в них человеку а к смерти если ее одушевить так скажем до костлявый с косой когда их жизнь заканчивается это реально так любую раб мечтает только об одном любой ужасно больной человек там испытывая ужасные боли я знаю что такое боль не понаслышке будет благодарен только тогда когда эта боль закончится но она может закончиться допустим только за жизнь с твоей все ведь им больше не придется чувствовать боль и страдания которые длились всю жизнь эти животные почувствуют благодарность лишь тогда когда им не придется смотреть в глаза человеку угнетавшему их всю жизнь но как мы видим это все правильно это благодарности не человеку даже если они испытывают благодарность по своей смерти то не к человеку игра к смерти к самой хотите к богу к судьбе к чему угодно только не к человеку никто благодарен к своему тирану поработителю извергу испытывать не будет мы никогда бы не захотели испытать испытать то что испытывают эти животные и никогда не пожелали бы такого нашим любимым питомцы но мы спокойненько это делаем со всеми остальными поэтому иисус и не зря говорил любящих любят и грешники в этом нет ничего великого вообще ничего даже то что мы это слово употребляем якобы в этом человеке нет любви нету он любит любящих только до тех пор пока они его любят если они поперек шерстки его погладит когда-нибудь отрекутся они узнают всю его силу любви он их сам зарежет этих людей не любит ли человек если в нем есть любовь настоящий дух любви сущность любви который в нем раскрылась он любит все одинаково абсолютно все любовь она никого ни на что никогда не делит она не делит цветочек и человека конечно тупые бессердечно они вечно начинают что-то человека с цветочком на одно поставил да представляете это высота любви она никого никогда не отделяет а почему цветочек ест огурчик человек потому что он не испытывает боль но для него цветочек также прекрасен как человек он любит все одинаково ну сегрегация сейчас любит от слова опять для русских непонятно я по-русски говорю может конечно тут умствовать сидеть любовь никого никогда не разделяет она любит все одинаково а любовь не причиняет зла а дарит радость и счастье через доброту проявляемого в разных делах если ты кого-то отделил если у тебя есть в твоем голове даже не говоря уж в делах проявляемая любовь там к своим детям и них своим к своим родителям старикам и не к своим нет в тебе любви со мной конечно все спорят вы можете спорить сколько угодно нет вас любви это не любовь любовь она никого никогда не делит то что мы просто кому-то ближе находимся просто по сути жизни это не делает нас любим любящими то что вы даже проявляете к этим ты внутри должен быть готов одинаково всех любить это неважно у каждого своя мама просто и папу на так они заботятся но если кто-то нет ты будешь помогать и заботиться о чужой маме и папе ты считаешь как и свои если она будет в нужде если так будешь делать нас в тебе есть настоящая любовь естественно возможность или там к себе подселишь или обеспечишь куда-то может быть подселишь сможешь оплачивать там присмотр ты постараешься что-то сделать если бог на твоем пути жизни пошлет тебе любую нужду нужду любого человека живого существа ты будешь что-то делать да ты не можешь весь мир спасти я сейчас не об этом бог тебе весь мир и не пошлет спасать и проявлять деятельной любовь ты физически ограничен мы живем в пространственном временном ограниченном измерении ты не можешь конечно все и везде быть одновременно ты не можешь всех детей накормить но бог тебе пошлет ситуации ты поймешь если ты открыт истине на сто процентов ты поймешь где бог тебе послал и ты как говорится религиозным языком согрешил да и не не сделал там того чего ты должен был и наоборот тебя будет всегда на сердце мир что даже при каких ситуациях но ты не можешь разорваться ты не можешь все в жизни сделать сейчас мир интернета ты можешь все страдания мира созерцать где и как но ты не можешь вот и все бросить в одном месте и со своей там больной мамы папы детьми куда-то уехать еще кому-то там помогать ты сам еле крест свой не то что несешь а ползешь под ним это очень важно понимать о чем я говорю но если ты делишь кого-то уже сейчас в уме своем не в тебе божественной любви это все от этого вы думаете корень вот того вот этого всего беспредела в мире который творится он в чем а он вот в этом в этой вот не божественной любви любит только вот и любит только любящих и это не просто фраза то есть я люблю за то что меня любят причем скорее всего меня полюбили первым да а я просто в ответ люблю и до тех пор пока в принципе меня как раз эту любовь тоже проявляет это очень важно понимать а вот это вот сегрегация разделения она к этому приводит во всех сферах жизни к животным к природе это отношения вот у меня красивый участчик а чё за забором я срать на это с высокой колокольни хотел а уж куда уехал на 100 метров от своего дома на 100 километров там можно заставить все на свете вырубить мне неважно главное чтобы на моем участке красота был я еще и на youtube покажу как у меня все красиво а чё там вокруг то что я там сру везде до из окна машины все на свете выбросу я об этом конечно не покажу на youtube это очень важно понимать если ты разделяешь свой участок чужой станет чужом среж на ничейном среж не твоя земля то что у меня вот там шесть соток под ногами нет вот вам разделение всего мира любой вернее разделение она относится ко всему возьмите любой пример жизни вы это поймете поэтому мы не можем морально оправдывать убийство и поедание животных тем что они должны нам быть благодарны ведь мы не были бы благодарны за такое мы не были бы благодарны за такое мы никогда не пожелали без себе и нашим домашним любимцам пройти через то через что проходят животные которых мы едим эксплуатирую в общем свое животное с радостью пускаем понимаем что она орет коричит хочет уже на улицу выйти но мы можем спокойненько в лабораторных клетках держать тысячи таких же животных на которых также все испытывается на кошечках кстати все то же самое любители кошечек задумайтесь о том веганство если кто-то не в курсе это движение вмещающие в себя и объемлющие в себе в себе любовь к животных во всех сферах жизни человеческой в бытие это очень важно веган это не просто кто там трупятина не есть это кто выступает за любую несправедливость и зло которое относительно животных проявляется во всех сферах жизни это очень важно я вот тут подписал видео рассказы рассказываю скажу о своем опыте общение на тем на эту тему с православным блогером проповедник который тоже стал чтобы его животных дает благое дело отправляя их в рай к богу мне реально был такой опыт буквально там тройку лет назад в воронеже встречался знаете когда он мне такой в лицо сказал я честно я просто опешил понятно с виду все кажется добрячками он тоже якобы но правда специфическую любовь проповедовал более того его лозунг был православие или смерть и когда у меня такое в лицо говорил честно меня трясло всего меня трясло знать как перед дракой вот адреналин там или все вот это какой-нибудь конфликты возникает вот так меня трясло и я не показывал конечно этого но меня прям бомбило внутри он тоже меня пытался убедить что он такой хороший живот мы должны благодарны он их всех богу посылает но я пытался объяснить что во первых вот не зря картиночка у меня на экране этого снова из моих роликов из моих текстов относящихся к первым главам книги бытия это то оправдание которое адам с евы нашли убивали ради бога в жертву стали приносить не просто так убивали якобы богу это надо надо же кого-то обвиниться и грехах откуда пошли жертвоприношения якобы богу естественно поедали все люди сам саму действую убийство придумали что бог плохой потом и детей также убивали пожирали или там девственниц кого угодно лишь бы еще верю я агнец непорочный я делают зло но плохой кто угодно кроме того кроме меня который творит на этом проповедничку попытался сказать слушай дорогой ты даже не сам это делаешь ты не приносишь это в жертву богу с молитвой благодарения то что вы потом сидеть там за столами господи спасибо тебе что ты да там конченого мясника до принудил на нож тоже такой хороший да вот для нас убить эту овечку там свинюшку коровку а мы тут сидим ее трупятинку пожираем я говорю там то что с ними творят там там ничего божественного нету они не молятся богу и закалывают ее не в угоду богу и даже не с молитвами не с благодарениями ни с чем и просто выращивают как вот мы с вами уже все это писали сэдом посмотрите любое видео со скотобойни как их вообще какая у них жизнь и чем она заканчивается и как она заканчивается причем это и даже не взрослых особей молоденьких детей телят или свинят мраморных говядинах так далее судьба откуда они у вас на тарелке и в бургеры появляются или то что там делается не твоими руками это не делается во славу божью в рай ты их посылаешь но они то в рай я говорю идут а ты куда идешь тебя бог просил их в рай посылать они здесь прекрасно живут у них и здесь без нас и рай бы на земле был им кроме зеленых лугов до чистых берегов ничего не надо в отличие от человек которому чё только не надо чистый воздух до прохладная вода и зеленые луга все что им надо но я конечно понимаю я смотрю ему глаза и меня трясло просто я человек там проповедует православие продали смерть поэтому не в православии такой же там их человеком такое же отношение ну как бы проповедуется любовь но опять иудейская любовь к любящим на самом деле до врага положи на плаху отруби ему башку тоже самое животными все одинаково ты что вот так вот поэтому все это конечно чепуха и живем в аду так потому что мы продает а для светлых людей конечно это этот мир лежащий возле адом является только для светлых для темных они эту блевотину сами весь этот мир потопили в этой блевотине в этой блевотине лежат и ты хоть оттуда доставай он все равно туда они рады этой блевотине правильный создали ты хоть его оттуда вытаскивая все равно возвращается свои блевотина они конечно в этой блевотине купаются кувыркаются конечно для светлого человека с виду это ужасно смотрится ну такой вот мир вот так вот такое вот оправдание да лично я такое делюсь себя опытом не скажу что от многих даже я не знаю от кого я еще слышал но вот это же их не придумывал же это он из собственного опыта так как он все-таки великий проповедник действительно много где много с кем и все это вынес из опыта но у меня как видите чем от от верующего человека такое услышал от проповедник христианств которым бог есть любовь только на словах на деле иисус правильно таких говорил языком и устами чтут меня сердце же их природы их сущность их далеко отстоит от меня и когда они увидят того о ком они якобы даже проповедовали иисусом скажет отойдите от меня все делатели беззаконии все злодеи я не знаю вас вы меня не знаете мы не можем быть вместе я вот такими людьми даже в этой жизни уже не общаюсь я всячески ограждаю себя такого общения да как павел писал есть только один вариант выйти из этого мира до грешников да дела какие-то меня сводит с нехорошими людьми которых основная масса на земле но все что где я максимум могу я всячески даю понять что меня с вами ничего общего я не хочу не общаться о чем общаться я светлый тьма я защищаю вы убиваете о чем о чем мы можем говорить вот сесть поговорить за чешкой чая или за бокалом вина не о чем вот так вот ну чё на этом все такое вот оправдание такой ответ мой в частности благодаря еду землянина на вопрос о том что сельскохозяйственные животные наверное здесь можно все не наверное смысле просто предложение нас нам покороче делать но так туда все можно сельскохозяйственные подопытные до в цирке в зоопарках все они должны мы просто нам по гроб жизни который все в конце ждет благодарны человечком о том что мы им дали жизнь и такую дали именно жизнь с полное страдание и мучение конец который ужасная смерть мучительная зачастую да мы да они должны быть нам просто просто туфли целовать мне хочется сказать на последний напоследок последние слова помнить оставить в зачастую да мы не сможем работать теперь они вполне плохими но ну то что вы Субтитры создавал DimaTorzok